В школьной программе может появиться военная подготовка. С предложением ввести урок обороны государства выступили два министерства обороны и образования. Галина Солодовник узнала о подробности. Завязать морской узел, сделать плод и выжить в лесу. Это мы учили на уроках обороны государства в средней школе Шампетера Викторию Рукис. Когда-то школа, которая уже закрыта, практиковала военную подготовку. Виктория считает, что навыки могут пригодиться и в обычной жизни. Я пошла туда по следам своего брата. Мне понравилось, что он ходит в различные походы, посещает различные военные обучающие мероприятия. И да, я пошла туда учиться с 10 по 12. Это был обязательный урок. И по желанию можно было вступить в Янсер, за куда я и вступила. Всё новое, хорошо забытое старое министерство обороны и образования предложили ввести уроки обороны государства во всех школах Латвии. Мы думаем, что сейчас как раз то время, чтобы предложить возможность обучаться и, например, в будущем выбрать свою профессию, которая связана, например, с Министерством обороны. Новое содержание будет вводиться в школьную программу постепенно, в течение четырёх лет, начиная с 2018-2019 учебного года. В основной школе военную тематику планируют включить в другие предметы, например, спорт, историю, социальные знания. В средней школе урок обороны государства может появиться с 2020-2021 учебного года как один из обязательных по выбору. И тогда ученики смогут осваивать военное искусство на практике, в том числе обращаться с оружием. По моему мнению, это могут быть в основном бывшие военные, у которых есть педагогическое образование или которые могут получить это педагогическое образование дополнительно. Молодые люди, которые прошли уроки обороны государства, в будущем смогут быть зачислены в резерв армии, считает министр обороны Раймондс Бергманис. Движение Яунсаргов пока не такое обширное, чтобы воспитать в молодёжи патриотизм и навыки защиты государства, уверен министр. Военная подготовка на добровольной основе сейчас преподается в 18 латвийских школах.